Чудная смешная роднулечка. Собачка Лайза наконец-то вышла гулять под присмотром. Сегодня впервые, через три недели после операции, Лайза из сельского мини-приюта Людмила Черницкой вышла побегать. Все это время она ходила на улицу только в туалет. Сил у собачки не было, все болело и она очень жаловалась. У ребенка энергии насобиралась, хоть отбавляй, не знает куда ее девать. Погода сегодня отлично, вот хозяйка и решила дать ей немножко погулять, конечно под присмотром. Рано понемножку заживает. Уже остался один шов, остальные сняли, так что скоро девочка будет опять у нас в строю. Но волонтер-инвалиду уже как-то страшновато за ее здоровье. Не везучая она у нас, постоянно что-то с ней случается. Друзья, огромное спасибо за вашу поддержку. Если бы не вы, даже не знал, как бы мы справлялись со всеми нашими трудностями. Большое вам спасибо, искренне говорит женщина. Ну а дальше, как всегда, с нашими хвостатыми анекдотами. Лайза у нас вообще комик. Мы как начнем с ней играть, обхохотаться можно. Уже от всех получила. Дружок укусил, Мася постоянно ее кусает. А она потом злится, кричит, жалуется. У меня таких собак еще не было, рассказывает женщина-волонтер. Следующий кадр. Вот что бывает, когда пугаешься собственной игрушки. Лайзочка, моя девочка, она такая неуклюжая, чудная. Она стала моей любимой роднулечкой, без которой я уже не представляю жизни, говорит Людмила Чернецкая. Друзья, спасибо, что вы все это время помогали мне восстановить ее здоровье. Мы столько вместе прошли и пережили. Надеюсь, все, что мы делали, было не зря. И она станет теперь здоровой. Спасибо вам огромное, выражает надежду волонтер. Ну а Лайзочка просто не могла нас не порадовать своей красотой, потешностью и наивностью. Продолжение следует...